Добрый день друзья! Недавно мои коллеги врачи из России Антон Епифанов и Ткачев Александр сняли видео, выложили в инстаграм, что у них некоторые пациенты спрыгивают с курса лечения межпозвонковых грыж, якобы у них пошло обострение, появились сильные боли, они этого испугались и спрыгнули с курса. И такое бывает, да, потому что медицина не точная наука и нельзя построить точный прогноз в лечении межпозвонковой грыжи, да, в лечении любой болезни, не только позвоночника. Так же самое нельзя предотвратить, как будет лечиться язва или какое-то вирусное заболевание, бактериоз, рак. Вы все видите, что творится с коронавирусом, то есть весь мир, все ученые мира, врачи не знают, как его победить, борются только вот эпидемиологическими мерами, делают карантин, запрещают выходить на улицу, сажают в тюрьму в Европе за это. Ну, в общем, кошмар творится. Такие же ситуации бывают в моей клинике, когда приезжают пациенты с какими-то надеждами, остаются на курс лечения, платят деньги, а потом их неожидаемый эффект не оправдывается. И начинают писать комментарии, что вот мы пролечились в клинике Атланту Казакевича, эффект нулевой, нету эффекта. Я сейчас хочу объяснить, почему так бывает. Потому что те люди, которые ко мне приезжают, это в основном люди, которые лечились уже везде. Ихние первые слова, когда они заходят в кабинет, да, как сегодня было. Мы уже были у всех, и нам не помогло. И это указывает в амбулаторной карте. И, естественно, я сразу понимаю, что у человека коморбинность, что у него есть и соматические болезни, и нарушения в нервной системе. То есть невроз, панические атаки и так далее. И вот по вот этим ихним жалобам, которые они пишут в амбулаторной карте, я уже могу поставить диагноз, что есть невроз. Естественно, направляю на консультацию к врачу-психотерапевту. Я пишу в рекомендациях в амбулаторной карте. Вам рекомендована консультация психотерапевта Виталия Ивановича. Я даю визитку, пишу телефон. Многие пациенты слушают, но не слышат. Единицы звонят, и единицы принимают те препараты, которые он назнатен. В результате, что получается, что они проходят курс лечения 10-дневный, и потом нет результата. То есть вот у них как болело, так и болит. Была какая-то скованность, дискомфорт, так и осталось. А почему так происходит, я сейчас объясню. Наше тело может воспринимать боль с двух систем. С соматической и с лимбической. Соматика это тело, а лимбическая система это вегетатика. Лимбическая система управляется таламусом, который находится в головном мозге. И он также сам воспринимает боль, как и болевые рецепторы, ноцирецепторы. То есть я врач-физиотерапевт, эрготерапевт. Я лечу тело, сому. Я лечу астехандроз, лигаментоз, спонилоартроз, грыжи. Но если человек уже приехал ко мне на лечение, и он везде был, то у него двойная поломка. И многие люди не хотят с этим соглашаться, не идут на консультацию к врачу, психиатру. Не хотят принимать антидепрессанты. В результате у них нет эффекта. И вот эта двойная болезнь, когда болит и сома, и вегетатика, называется коморгидность. Поэтому надо лечиться комплексно. Поэтому я даю рекомендации. Говорю по тысяче раз в своем кабинете. Говорю в холле, это фиксируют. Видеокамера на рецепшене. Говорю в кабинете процедурном. Говорю в кабинете физиотерапии. Это слышат мои массажисты, медсестры. В день я повторяю по разу 20-30 об этом. За 10-дневные курсы я, наверное, об этом говорю 300 раз. Я, наверное, только об этом и говорю больше не о чем другом. Да, очень часто. А? Очень часто. Очень часто. Свидетели все пациенты, которые ко мне приезжают. И вот те пациенты, которые меня слушают, которые пропивают препараты, которые назначают Виталия Ивановича, они выздоравливают. Недавно выздоровела девочка 17-летняя, у которой были жуткие панические атаки. Она не могла и 50 метров пройти, у нее были сильные головокружения. Вот головокружение, это так проявляется паническая атака. Она приехала с родителями и я ей сразу сказал, что вы не мой пациент, вам надо лечиться у него и отправил к ней лечиться. Многим пациентам я говорю, да, вы мой пациент, но и Виталия Ивановича. Я вам буду лечить тело, а Виталия Ивановича психику. Если вы не сделаете это лечение, не совместите, то эффект будет нулевой. Пишу, пишу стоимость, пишу на карточке в амбулаторной. Вот такой курс будет у меня, столько-то он стоит. Остаетесь? Да, хорошо. Вот визитка, звоните Виталию Ивановичу. Позвоните? Да, позвоню. В результате не звонят, обманывают. Я потом созваниваюсь с Виталией Ивановичем, я говорю, да и близко такого не было. А потом в комментариях здесь на Ютубе или в Инстаграме пишут, что мы лечились у Казакевича, эффект нулевой. Это видео я снимаю для тех людей, которые читают комментарии и которые собираются приехать ко мне. Ребята, поймите, если вы издалека едете ко мне и лечились уже везде, то у вас коморбидность, у вас поломана и сома, и вегетатика. Так вот, я лечу только сому. Я могу вылечить грыжу хорошо, могу остеохондроз вылечить, да, спонилартроз, лигометоз. В нашей клинике есть классное оборудование от компании БТЛ. Есть ТИАР, есть магнит дорогой, УВТ, лазер, электроплазма, есть все, что есть в лучшей клинике Европы. Мы этим обладаем и мы умеем пользоваться, мы лечим классно. Поверьте, в других городах Украины это стоит в раз 5 дороже, чем у нас. У нас очень низкие цены, можно просто зайти на наш сайт и на сайт хотя бы Николаева сравнить. Но надо параллельно еще лечить ваш невроз, надо лечить лимбическую систему. Этим занимается врач Виталий Иванович. Он психотерапевт, он имеет лицензию, а не я. Надо лечиться комплекса, это будет правильно. Я надеюсь, вы меня услышали. Последний раз я об этом говорю, снимаю видео и буду вам потом пальцем тыкать. И пожалуйста, если вы ко мне приедете, пройдете у меня лечение, у Виталия Ивановича не пройдете. Не надо потом писать в комментарии, потому что все равно я могу вас заставить сказать вашу фамилию, найти амбулаторную карту, в которой я сделаю скрешон написанную рекомендацию Виталия Ивановича. И получу письменное доказательство, что вы не пришли у Виталия Ивановича терапию. А я сотрудничаю только с Виталием Ивановичем. Лечение у других психотерапевтов не принимается, потому что мы работаем в паре, у нас наработанная методика медицинская, и ее нельзя изменить. И я не хочу учить других врачей, как со мной сотрудничать. Это долго и дорого очень стоит, выучить классного врача. Я думаю, я все сказал, Игорь. Все? Да. Больше нечего добавить? Вот Игорь, массажист, свидетель, да? Все отлично. Кому было полезно, делайте репосты, ставьте лайки. Я думаю, доходчиво и говорить уже дальше некуда. Всем пока, с вами был Казакевич Виталий. Субтитры сделал DimaTorzok.